спасибо вам друзья что вы откликнулись и пишите свои варианты вот пятерки лучших картин моих для меня это прям очень совершенно удивительно это читать потому что есть работа на которой я я бы их не взял в пятерку а вы берете значит это это очень важно потому что я вижу насколько тонко вы чувствуете вот наш вкус наши совпадают и что вы улавливаете даже ну на работы которые я бы и не очень обратил внимание вы обращать значит это трогает там мальчик в чалме да я помню его написала накуплена эта работа одним коллекционером такой он из америки но но как вы чувствуете это здорово для меня может быть там вот эти купите ландыши она такая более мощная чем маленькие вот этот мальчик в чалме там она совсем небольшая о чем я говорю что художник должен показывать себя всегда разнопланово и малый формат и средний большой и графику но я уже говорил об этом много раз чтобы многогранно жить и проявлять себя в холсте или там в каком другом материале широко максимально широко так что на это давайте нацелиться вместе спасибо вам игорь творогов в одном из 12 томов сибирской целительницы натальи степановой написано что для привлечения благополучия человеку извне необходимо спать извне ложа 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 ладошки под затылок обязательно левую ладошку вправую левую вправую проверено неоднократно мной в целях эксперимента и на удивление не безуспешно но это наверняка связано с течением тонких энергий по меридианам все нормализуется все равно в равновесии происходит человек перестает дергаться и если есть такое вот намерение на привлечение денег то они конечно приходят в правую ладошку а левую ты их зажимаешь и пачечку с пачечкой лучше спать даже но если игорь у вас у вас же есть связь напрямую ну с начальством нашей поликлиники но я я бы сказал больницы то как хочешь ты если связь есть прямая почта дернул за веревочку и дверь открылась сразу а там целая это самая воз и маленькая тележка с деньгами то есть можно напрямую книжек подкиньте и там уже без безразлично на какую ладошку будет класть будешь загребать обоями раскладывать по полочкам кажется так а что вы думаете друзья речь шла же о том что в живописи немножко не так приветствуется но мы же ходим даже по улице например ну так довольно таки расслаблено расслаблено не строевым же шагом что из этого получается игорь вам-то сейчас хорошо это известно поэтому я призываю вот к расслабленности в живописи но естественно с опорой на железный рисунок на ощущение композиции ну такое вот фантазийное но с выделением главного и подчинением ему второстепенного ну вы все уже хорошо знаете давайте поедем дальше юзер dm ой вячеслав обожаю как вы списываете край предметов но по-разному это всегда цвет получается магический ореол если можно скажите пару слов об этом в работе над фигурой ну надо отходить конечно от чертежа была такая выставка в цдх там большая команда и олег теняют гордой это чей-то там чертеж работа ботовым показать и там чертеж но там действительно контуром там но над контура шел ну весело было да то есть от чертежа мы отходим наметили например линию до что я сейчас буду есть например второе начинаешь есть ты же можешь взять и запить ты же отходишь отправил раз и пивнул там например чарку другую и опять за за первое то есть мы можем быть довольно таки смелыми живописи и списывание краев это не самоцель это поиск соединение обобщение поиском объединения двух пятен в одно например поиск выразительности а это выразительность туда ее в качели она же может строиться на разных принципах ну есть например падающая тень и собственно ты можешь общих объединить в одной даже ну понятно что вы видите что это там а то другой а ты их объединяешь например в пейзаж это очень интересно попробуйте и получается не просто слепое списывание а ты композиционно выше чертежа того что ты в общем наметил ты идешь дальше ты размышляешь с точки зрения так пятен а чтобы здесь вот что здесь вот почему тут на картине вот мне не хватало пустое место вот там у нее на стульчике положился скотерочку красную и она в поддержку идет вот этим ботфор там сапогам с голенищами красным и получается так закольцован сюжет мне уже кто-то написал что я и ротуман да я и ротуман и не стесняюсь мы кстати с каждый из нас если бы не было ротуманство у наших родителей мы бы даже здесь и не сидели у монитора и я бы ничего не говорил сплошная кругом эрутика и чем больше ее тем больше будет людей друзей стало быть в нашей палате будет на выписку конечно многие уходят напишет какое-нибудь правильное слово и на выписку ну а мы тут продолжаем вариться в магических ореолах спасибо большое вы не забывайте там подписываться на канал это важно вопросы задавать важно комментировать конечно же каждая вот это вот безумная речевку эту интро марин слава так и у меня не получается тоже сразу просто мне больше нравится как и вам счищать если не получилось и пробовать снова ну да а не замазывать слой за слоем на одном месте это правильно будет грязь просто на пленэре это мне представляется трудно возможно или отчета не понимаю абсолютно нетрудно возможным берете мастихин да побольше вы счистили чё тут трудно возможно раз салфеточку выбросили в пакетик значит мусорный салфетку с маслом но с маслом все ничего трудного счистить всегда легко если есть что счистить как только ты начинаешь переписывать не счищая вот замазывать одно другим это получается совершенно несъедобно то есть ты покушал уже покушал а потом на назад и потом еще раз покушал как будто это уже 30 раз и ели одна знакомая она рассказывала что она была но в студенческой вот этой вот как их на картошку когда отправляли до прихожу вечером голодная все спят смотрю каша стоит почему-то не на столе а на стуле там где-то в стороне у двери огромное вот вот блюдье каши гречневой я навернулась такой радостью и легла спать а утром просыпаюсь от от смеха все девушки но в этой вот в палате в огромном ангаре картошку собирали все почему-то смеются не не смеются они ищут и спрашивают а кто 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 где каша почему пустая это блюдье она просыпается говорит это я говорит девочки съела год вечером ночью поздно с гулянки пришла и навернула голодная они ведь ой назвали ее по имени не буду называть а то она может слушать и говорит так это самое мы же говорит вчера рассыпали кашу по полу и там с волосами и и всю вот только сгребли просто чтобы выбросить а ты ее значит вот еще раз съела ну в смысле она рассыпанная была прямо на полу то есть им лучше было бы конечно сразу выбросить они до утра поставили чтобы каша настоялась но не суме вот поэтому но лучше счищать ими выбросить это значит счистить а потом писать по новой очень боятся все студенты вот счищать ну как же я столько времени три часа и три года тратил а потом как же счистить сужит такое но оказывается что при чистке вот этой списке получается даже лучше потому что все обобщается целенько так становится так что не бойтесь заведите все большие ну разные мастихины у меня их наверно штук пять ну конечно больше youtube говорит что год назад видимо год может быть два была персональная выставка моя в москве в чертаново вот отчет об этой выставке я предлагаю вам освежить в памяти посмотреть что там было в москве в москве в москве